Всем привет, канал Full Realism, с вами Трофильм, давайте отвалим отсюда. В прошлой серии мы с вами попытались повоевать с этими наемниками, у нас ничего не получилось, поэтому отходим отсюда. Бежим на Скадовск, выкладываем найденные нами артефакты, ложимся спать и в 12 часов идем на стрелку с бандюками. Потому что сейчас в таком состоянии, с таким обмундированием, в площадце моем, как вы помните, под уставшим, воевать с ними не получится у нас. Поэтому бежим обратно на Скадовск. А, кстати, забыл сказать, что проходим CJM 2.1 плюс Миссари. Миссари всем известная модификация, популярная на весь мир. Разработали, конечно же, не наши. Я все время жалею, что неужели у нас нет таких более или менее способных людей, которые могли бы сделать такую модификацию. Вы посмотрите, 2.0 уже вышла версия, да? Посмотрите, как там красиво все оформлено. Здесь это старая версия у меня стоит. То есть CJM 2.1 адаптирована под этот Миссари. Но тут как бы тоже все эти эффекты присутствуют. А в новой версии там вообще проработка полная. То есть и с графикой они постарались сделать красиво все там. Все эффекты там, затуманивание. То есть такое ощущение, словно ты там в зоне реально находишься. Плюс хардкор режим полнейший. Очень сложно играть. Сразу предупреждаю, кто захочет пройти модификацию 2.0 Миссари, очень будет сложно. Настраивайтесь сразу на хардкорный такой режим. И вот я здесь в своих видео, здесь тоже решил как бы отобразить такой хардкорный момент. Поубирал весь худ, чтобы интересно было играть. Ну плюс тут Миссари тоже присутствует. То есть, как вы видели, у торговцев нет ничего в достатке. Там по минимуму у них все. Ладно, не будем отвлекаться. Давайте дальше проходить, продолжать. Сейчас мы быстро бежим на скотов, скидываем наши артефакты найденные. Там три мы нашли штуки. Хватит нам блуждать по зоне. Ложимся спать и идем вот сюда, вот на сходочку. С бандюками. Пусть они приваливают всех сталкеров. Мы не будем в этом мешаться. Мне как-то неудобно их валить, сталкеров. Но все-таки как-то, мне кажется, они свои. По-свойски, так скажем, я к ним отношусь. Поэтому бандиты там сами с ними расправятся. Мы как бы выполним, закроем квест. Сейчас вернемся к Султану. И Султан нам потом направит нас к бандюкам, которые находятся на лесопилке. Ой, на лесопилке, в лесничестве. Там мы с ними продолжим работу. У них еще там дополнительных квестов. Квесты есть. Как бы все это уже знают. Си Джем, я думаю, все проходили по многу раз уже. Здесь 2.1 версия стоит. Уже 2.2 есть версия. Так что ладно. Сейчас мы забежим на Скотовск. Блин, когда же я свой плащец этот поменял, а? Он уже вообще, я говорю, поперек горла. Я уже, мне надоело он конкретно. Надо что ли с кого-то бронь что ли снять, подчинить ее, а? Наверное, так и сделаем. Потому что в этом плащице меня с 2-3 патронов сразу приваливают. Открываем. Открываем. Прячим ствол. Здравствуй. Какие у тебя артефакты выложились? Посмотрим. Я же там что-то еще подбирал с мертвых зомбаков, да, по-моему. Поэтому это надо будет. Нет, давайте поторгуемся вначале. Сычем. Да что ты топчешь? Что ты топчешься? Я-то не топчусь. Что ты топчешься? О, видите, уже что-то побольше появилось. Да, раньше вообще мы вспоминаем, да, у него тут. Пару этих пачек патронов и там ПМ, ох-то, ПСО появился. Да, ПСО-1М. Сколько СОИ? 2018. Берем. Ага. А мне, получается, на Абакан придется, наверное, для оптики крепления вешать. Но все равно покупаем. Покупаем. Так, САЙГа у меня есть, САЙГу сдаем, сдаем. А НАТОвским я не пользуюсь оружием. Это тоже нам не пригодится. Забирай, забирай. Сейчас мне надо как можно больше денег заработать, потому что, как я уже говорил, мне нужно стволы свои более-менее привести в порядок. Поставить различные приблуды, усиливающие стволы, такие как настильность, скорострельность и все остальное. Там дульные тормоза все эти, чтоб ствол на убой бил. САЙГу так под наворочу, я говорю, мощнее оружия не было. Там, если скорострельность поднять у нее вообще. Классик, классика просто. Самый любимый мой ствол, Зов Припяти. Но он не везде, САЙГа есть. Не в каждой сборке Си-Джи-Эм маска есть САЙГа. Это просто адаптация с Мизери, поэтому есть САЙГа здесь. Так, ладно, не будем отвлекаться. Чего мы здесь? Забираем эти. Все, что связано. Но вот это, кстати, не очень патрончики, честно вам скажу. Дробь получше будет. Дробь тоже все скупаем. Ох ты, это что у нас? Патроны 9-39, а у меня там еще есть вал. Кстати, тоже бы пригодились. Давайте возьмем. Их пока выложим. Будем, поднакопим побольше. Что это? Патроны 9-19, отлично. Я потом у Шустрова закажу такой стволик прекрасный, автоматику, короче. Там этот автоматический на 9-19, типа МП-5. Но более усиленный, вообще классика. Он такой аккуратный, маленький такой стволик. И лупит хорошо. Еще глушак на него поставим потом. Так, это что у меня? ТРшный? Нет, обычный. Вот у меня, по-моему, да, ТР. Да, медведь мне уже не нужен, так как у нас появился велис с вами. Эти патроны тоже забирай, это забирай, этот забирай. Так, сколько у меня денег? 25 тысяч. Знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Сейчас посмотрим, короче. Пойдемте, я выложу все. Вот это что такое? Мне надоел мой противогаз. Стальной шлем, защита головы плюс 30. Блин, этот противогаз, мой плащик. Ладно, пока не будем, слишком дорого. Пойдемся со стволами разберемся. Может, немного сайгу под наборотим. Давай, давай, не задерживайся. Надо будет водочки набрать, потому что этот, кардан без водочки ничего не делает. Так, стоп. Сюда выложим все. Остатки эти. Там еще кардан в ящик надо будет положить. Так, это выкладываем. Это выкладываем. 133. Это тоже выкладываем. Оставляем патроны 120 БПшные. Оставляем патроны ТР-545. Вообще бронебойный. Полностью пробивает панель. Не панель, читайте вы сами. Благодаря применению металлокерамики, при изготовлении пули удалось значительно улучшить ее баллистические характеристики, что сказывается на настильности и пробивании металлосодержащих материалов. Вы представляете? Сидишь ты там за укрытием, допустим, металлическим. Пробивает напрочь, на убой бьет. Сразу же намертво кладет. Это что у нас? Патроны ТПшные. То же самое усиленные. Оставляем. Эти пока выложим. Эти пока выложим. Боровинок оставляем. Сдвоенные оставляем. Так, сейчас мне осталось... Все, сейчас идем к кардану. Бежим к кардану. По пути в ящик складываем остатки, излишки. Складываем излишки. Вот этот хлам весь, вот этот хлам. Так, водочка есть у нас? Я не вижу. Есть. Сразу говорим, что бесхозного принес. Здорово, кардан. Я тебе бесхозного принес. Я рад. Есть водка, будешь? Давай, намахни за Гогу. За Гогу, за Гошу. За всех своих павших друзей. Ну? Чтоб руки не дрожали. Да. Чтоб руки не дрожали. Работа шла тютелька в тютельку. Сейчас ты мне стволы подгонять. Это будешь подгонять. Так сказать, под мой... Под мои... О, видите? Уже мы можем поднаворотить, да? Линию одну. А здесь что надо? Технику нужно выпить. А, для тонкой работы. То есть у нас для калибровки с вами есть, для тонкой нет. Здесь что? Замена основных компонентов. 34 тысячи нам не хватает. Вот этот вариант. А, необходимый ранг 223. Текущий ранг 103. Да. Мне... Я не смогу наворотить сразу же. Понимаете? То есть замена основных. Мне еще не слабоват. Щенок для этого. То есть 223 текущий ранг. Ладно. Что делать? Тогда наворачиваем здесь. Отдай. Давайте отдачу. Все равно надо. Дорого, недорого, но надо. Масса, минус. Ну, массу можно не убирать. Плюс 10. Нажженность. Удобность. Плюс 10. Давайте вот эти два пунктика. И все пока. Что здесь? Крепление оптики. Вот крепление оптики 10 тысяч. Придется потратить. Потому что я купил ПСОшник. Ставим. Ставим. Крепление оптики. Крепление оптики. Ну и остальное. Вот это надо починить. Что? Мне придется пока в плащике бегать. Пока мы не отзаведемся, так сказать. Более или менее качественной броней. Что ж поделаешь здесь? Все. Выходим. Сколько денег осталось? Четверка на кармане, да? Четверочка на кармане. Ладно. Что ж поделать? Давайте сейчас сразу же сделаем манипуляции со стволами все. Манипуляции со стволами. Вот. Вот. Видите? К САЙГЕ можно прикрепить даже. Все. Прицельчик у меня есть. Как он? Нормально? Нормально. Так. Все. Еще глушака не хватает. Все. Ствол прячем пока. Время сколько у нас? 19-26. Стрелка на сколько назначена? Назначена. Дождаться назначенного времени. Дождаться времени встречи и грабили. Те, кто ходит класть на авиа, оставив поздно ночью в темноте. Условленное место встречи Шевченко. Ну, это, короче, до 12-ти, наверное, до 11-ти. Поспим. Он, по-моему, говорил в полночь. В полночь, да, подойти? Давайте, короче, поспим. Время 8 часов. Спать. Где-то поспим до 23-х. До 23-х. Спать. До 23-х. Наезд встретиться с грабителями. Отлично. Прежде чем встречаться с грабителями, спускаемся, перетираем со сталкера, кушаем, намахиваем пиво и двигаемся. Чтобы более-менее в бодром состоянии идти. А то после сна сами фильмы понимаете. Что мы делаем? Съедаем колбаску. Съедаем хлебушек. Съедаем консервы. Намахиваем пивка. Намахиваем пивка. И чувствуем себя в порядке. Время? 2-23-4. Достаем ствол. И выдвигаемся. Прежде чем выдвигаться, мы с вами сохраним. Сохранимся. Мы с вами сохранимся. Спрячь оружие. Какое спрячь оружие? Спрячь оружие. Так, подожди. Не в ту сторону. Нам сюда. Так, в этой теме меня опять ничего не видно. Я, как вы помните, поставил темные ночи у себя. Блин, снять что ли этот противогаз? Я даже не знаю. Потому что это, там потом худ похлеще будет. Я имею ввиду броня. Соответственно и худ будет, ну, получше немного. Поинтереснее. Ну ладно, раз уже поставил, давайте в ней ходить. Она, конечно, немного обзор. Это, тем более в ночи. Более плохо видно, так скажем. Место безопасное. Так что оружие спрячь. Так, там уже гроза ночная. Как бы сейчас радиоактивный дождь не начался. Или пси-шторм не как раз не вовремя. Тихо, помогите, слышите? Тихо, тихо, тихо. Давайте поможем. Потому что нам надо помогать. Мне потому что достижения надо. Где орал? Здесь где-то? Я отчетливо слышал крик. Помогите. Сталкер там загибался. Слышите? Подожди, подожди, подожди. Тихо, 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 тихо. Они на корабле. Ты бы оружие убрал, мужик. Да подожди ты со своим оружием. Ходишь как робот, одно и то же, тележишь. Где этот, товарищ? А, ну вот, блин, он ему помогает. Стой, дай я. Мужик, сюда. Тихо, тихо. На ноги тебе сейчас поставлю, не вопрос. Держи, а те, что успели помогать? Нет, Слав. Короче, вроде как, если я аптечку ему дал. Мужик, ты оружие-то, стрячь. Аптечку если дал, то значит мы успели ему помочь. Нам надо сколько-то там сталкеров, короче, спасать. И тогда у нас будет потом, знаете что? Будет такое достижение, так скажем. При котором мы, помогая сталкерам, они нам будут платить бабло. А нам деньги, как вы понимаете, здесь нужны. Я правильно иду? Я не в ту сторону иду. Так, короче говоря, план такой. Не вмешиваемся в разборки. Пусть они сами друг друга там перестреляют, пережмурят. Чтобы от себя лишних подозрений, как говорится, чтобы слухи по зоне не ходили, что там трофей им был замечен в разборках с бандюками. Он там сталкеров прижмуривал. Так что с ним дела лучше не иметь. Поэтому мы будем держаться в стороне, пусть они сами разбираются. А потом уже, потом, поговорим с Султаном. Он-то все равно там не в курсе делся. Переговорим с Султаном. Так, тихо, я прибежал. Заговорился сейчас тут. Так, ну че, где вы-то? Так, вот он, сколько вас? Трое, что ли, все? Ну давай перетрем. Здорово. Костет, ну че, погнали. Ща мы их быстро. Не ссы, главное, поехали. Ща мы их. Тихо, пацаны. Тихо, пацаны. Не ссы. Не ссы. Это, мы ж бригады, ёпт. Ёпт. Не, бандюки вообще озвучены отлично. Я вам честно говорю. Вот, кстати, молодцы. Так озвучили их красиво, конечно. Ну давайте, мы ж бригада, ёпт. Давайте, я пока понаблюдаю, как вы здесь действовать будете. Их четверо, да, все? Так, ну. Ага. Понесла! Держу руку! Так тебе, сволочь! Все, пусть отстреливаются. Ждем. Там без лопавы! Так. Че, привалили, да, там? Пару жморов есть уже, я вижу. По-моему, да? Один, вот он. Собираем хабарок. Нам хабарок пригодится. Так, давайте понаблюдаем, как вообще война идет. Типа, типа то, что мы участки. Ух ты! Отлично! Двоих прижмурили бандюков и одного сталкера. Снимаем хабарок. Нашего убили. Как бы тут бандюков не пережмурили всех. И я задание не провалил. Может быть такое. Пацаны, у нас поранены! А? Слушайте, я что-то сейчас начал думать. Яблочко, сука! Иначе нам нельзя. Иначе нам нельзя. Короче. Потому что нам иначе нельзя. Иначе... Тихо. Это кого я завалил, бандита или сталкера? Потому что я, знаете почему, переживать стал? Потому что, это, вольный сталкер Спартак. Я начал переживать, потому что, это... Они же могли сейчас бандитов перестрелять всех. Понимаете меня? И все. И задание провалено. Нам никак нельзя его проваливать. Если мы его с вами провалим, это задание. Все. Нам с бандюками там потом... Тихо. Что-то у меня сердце в меня. Смотрите, как мутит, а? Конкретно мутит. Ко мне! Ко мне! Кто там еще? Ёптать. Там внизу один живой сталкер. Придется его пришить. Блин, как я не хотел сталкеров валить, а? Честно вам скажу. Ну да ладно. Ко мне! Ко мне! Че меня так мутит, пацаны? Подождите. Тихо, тихо, тихо. Ух ты, блин, а? Я навскидочку еще пару выстрелов. Все, я сейчас подохну. Тихо, 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 тихо. Блин, досмотрелись мы с вами. Посмотрим давайте. А, нет. Смотрите, что со мной происходит. Все, я уже сейчас копыта двину. Ёптать. Жизни мало. А лечиться я не буду, мы же с вами договорились как. Полный реализм играем. Канал фул реализм представляет. Никакого лечения. Сколько герой в себя примет, столько мы принимаем. Блин, ну отходи ты, ёптать. Перетрем, пойдем с главной. Я сейчас копыта двину. Нет? Или что, у меня болезнь какая-то? Подождите. Да нет, Влад. Серега Питак. Круто мы их вальтанули. Держи бабло, пацан. Если что, еще какие дела появятся. Это маякнё. Ладно, давай. Короче, все на Скадовск. Бежим. Я в этом. Я, короче, сейчас дойду ли я до Скадовска, я не знаю. Дело в том, что там врач есть. Он меня подлечит. Да, немного не по сценарию у нас пошел, пошло все. Потому что я не хотел прижмуривать всех этих сталкеров. О, отошел вроде чутка. Не хотел я воевать с ними. Хотел, чтобы бандюки расправились. Но, как вы сами видите, остался один главарь. Если бы этого главаря прижмурили, все, считай, задание провалено. А нам с вами его проваливать никак нельзя. Это задание необходимо было бы выполнить. Вот тайник CGM. Пойдемте заберем. Или сразу на Скаду. Да не, не будем сейчас забирать. Наверное, я в таком состоянии. Посмотрите, что со мной происходит. В глазах двоица, троица. Так, надо срочно сохраниться. Срочно просто на все. Потому что сейчас какая-нибудь нечисть еще выползет. Типа снорков там. Или кровососа. И все. Я не жилец. Блин, я не буду сейчас его брать. Поймите меня правильно. В таком состоянии. Потом возьмем у нас. Времени будет предостаточно. Идем на Скадовске. Я даже бегать не могу. Смотрю. А нет, могу. Кое-как бежу. Бегу. У меня просто голова раскалывается полностью. Или мне в голову попали. Блин, я не знаю, что такое. Скорее всего, в голову попали. Там еще гроза идет. Скорее всего, сейчас радиоактивный дождь начнется. Так что, бежим до Скадовска. С Боровым сейчас еще перетрем. Нет, вначале к врачу зайдем. Вначале зайдем к врачу. А, ну так я и не договорил. Я просто не хотел с бандитами воевать. Ой, с бандитами сталкеров валить. Но так как оказался, он, видите, один, да, у нас этот товарищ. Один из бандитов в главаре остался живой. Если бы я еще немного подождал, все, его бы тоже вальнули бы. И тогда у меня бы ничего не срослось. Поэтому пришлось... Сука, дровская доска. Оружие опусти, мужик. Пойдемте к доктору. Здравствуйте, дровская доска. Идем к доктору вначале. Потом будем разбирать. Я там, когда Хабар снимал, я увидел, что мы флешек много набрали. А если эти флешки активировать, там это, Хабарок, ну то есть чей-то будет, по зоне где-то спрятан. Здорово, Филыч. Только не сейчас. Слышишь, что? Мне это... Мне помощь... А, не, подожди. Мне помощь нужна. Давай, посмотри. Смотри. Так, вот и все, можешь идти. Отлично. Чувствую себя хорошо. Так, пивка намахнем. Что-то я перенервничаю. Ох ты, какой ствол. МП7А1ПДВ. УЗИ, надо оставить. Неплохой, наверное, стволик. 919. Глупый. Вот, смотрите, флешечка, да, одна. Флешка Кастета. Флешка с информацией о личном тайнике шестерки Султана. Кастета. Использую. Хабар Кастета. Он у нас как выглядит? Давайте посмотрим. То есть красные тайники. Вот видите, это Хабарка Невского. Ищем. Нашли. Хабар Кастета. Вот он. То есть вот эти красные тайники, это именно эти флешечки наши. Смотрим еще флешку. Флешка Спартака. Флешка с информацией о личном тайнике командира зачистного отряда Спартака. Активируем. Все, это будем потом искать. Сейчас мы что хотели сделать? Так, с Бором вам переговорить. Давайте с Бором вам переговорить. Ну что, вопрос решили, Боров. Работа для тебя есть. Мои паханы. Надо встретиться с одним барыгой по делу. В зоне сейчас неспокойно. Думаю, лишний ствол не помешает. Посмотрим, чтобы никто не шевуршал. Идиот. Вот первое задание. Хорошо, мои люди встретят тебя возле лесничества. Координаты я скинул. Сделка. Встретиться с бандитами возле лесничества. Задание обновлено. Сделка. Среди. Надо сразу же сейчас сбежать. Ёпара. Сатена. Ты заваливай. Не брать это задание. Сейчас мы делаем быстро. Начинаются радиоактивные осадки. Видите, появилось сообщение. А если появляются радиоактивные осадки, мы не сможем выйти. Радиация бьет на убой. Пойдемте торговать. Радиация бьет на убой. Но прежде чем торговать, снимаем патроны со стволов. Да что ты топчешься? Если есть, что выкладывай. Нет, проваливай. Есть, нет. Сейчас разберемся, что есть. Хватит жужжать мне на уши. Есть, что тоже сыщь. В натуре сыщь. Вот барыга. У него вечно цены все завышены. Это что такое? Подождите. Понял. Тактика ведения боя КМ-74. Изучаем. Я вам про тактики, помнится, говорил уже, да? Я вам про тактики уже говорил. В тех частях, в тех сериях. Так, радиационный дождь все идет, химический. Все. Пистолетики эти я не разряжаю. Давай, погнали торговать. Если есть, что. Ох ты, села появилась. Отлично. Мой любимый комбез. Не люблю. Там экзоскелеты эти фантастические. Я не знаю, со спицами. Вот он, костюмчик. Самый реальный для зоны. Это села. Мы его потом так наворотили. Не хуже никакого экзоскелета. Глушаки появились. Отлично. На какие стволы? Ох ты. Глушитель 9.18 для этого ствола. Видите, УЗИшка появилась. Глушитель НАТО. НАТОвский не пользуюсь. 9.19 потом возьмем. 1.42. 5.45.39. Это что? Это у нас на калаш. Берем. Все. Продаем стволы по-бырому. Так. Сайган мне не нужна эта. У меня своя неплохая. МП-5 тоже не нужен. Я потом на заказ себе сделаю. Это тоже забираю. Детекторы мне тоже не пригодятся. Вот это вообще говно, а не патроны. Только усиленные. Вот такого рода патроны. 9.18. 9.19. Только усиленные будем брать. Потому что теми и патронами вообще нереально никак воевать. Так. Все продали. Сейчас я ртефакты забыл. Продаем. Четверку заработали. Неплохо. 11 на кармане. 11 на кармане. 50 дроби. Забираем все. Купить. 50 дроби. Забираем все. Так. Подожди. Подожди. Давайте. Я спешить не буду. Короче. Все осмотрим. Потому что здесь можно так все просмотреть. Все видите. Мелко так. Изобретать. Что-нибудь не упустишь потом. Потом пригодится. Ладно. Так. Давайте. Что я хотел. Сейчас еще раз посмотрим. Это сейчас выложим туда. А. Вот что я хотел. Кабаканчику. Ну-ка. Давайте. Знаете как сделаем. Снимем. Трицел. Достанем ствол. На троечке. Ну-ка. Как прижмуривает. Ох ты. Мягко. Так. Плавненько стреляет. Ты не против что я у тебя тут пострелял не могу? Или тебе по барабану? Да ему вообще он там. Иди. Иди. Нечего тебе тут делать. Обкурился или намахнул. Так. Ладно. Смотрим. Это выкладываем. Вот этот выкладываем пока ствол. Потом может попробуем его. А эти стволы сюда все сбрасываем. Так. Ну что там? Ох ты. Денежку снял. Это все сюда сбрасываем. Сталкеры под затайм. Ну то есть это получается мы как сталкерам добрячок такой небольшой. Мало ли кому ствол там понадобится. Так. Броне я скину в этом. Броне я скину в этом. Кардану. Так говорится на запчасти. Все. Сейчас это. Все еще радиоактивный дождь двигается. Я тебе бесхозного принес там. Ремонт. Давайте быстро еще раз подчинимся. Ну. Чтобы с новехонькими стволами идти. Да. Все. Теперь быстро кладем артефакты. Короче нет. Я что-то быстро-быстро. У меня как-то суета. Надо это. Не спешай. Потому что мы так все быстро-быстро. Здесь по зоне быстро. И вообще не надо никогда так решение принимать. Все надо обдумано что-то. Давайте так посмотрим. Еще раз. Перед выходом. Вот что я хотел. Артефакты больше. Артефакты пока продавать не будем. По одной простой причине. Потому что нам необходимо на заказ. Мало ли может там он гораздо больше платит. Теперь сколько у нас времени. У меня знаете какой вопрос интересует. Принципиально ли то. Что если мы пойдем сейчас или с утра. У меня такое ощущение. Вот. Радиоактивные осадки закончились. У меня такое ощущение. Если мы пойдем с вами с утра. Задание может быть как бы незащитное. Или проваленное. Или нет. Короче сделаем тогда так. Сохранимся здесь. Здесь. Короче перезапишу здесь быстро. Вот так. Давайте поспим. До допустим. Ну я не знаю. До 7 утраты. Посмотрим. Если задание провалено будет тогда. Но я думаю навряд ли провалено. О блин. Как я знал. Сделка встретиться с бандитами. Все. Переигрываем. Я не не. Я просто проверил. Конечно. Так тоже не резон играть. Но это просто была проверка. Придется сейчас. Блин. Что я сделал. Я перезаписал по-моему. Да. Да. Ребята. Я извиняюсь. Короче. Я короче перезаписал игру. Которую сохранил. А это запись. Где у него. Что делать. Даже не знаю. Сейчас. Короче. Ладно. Это моя ошибка. Все. Раз мы так сделали. Наезд на сталкера. Все. Значит. Провалено задание. И этот пропал. Товарищ. Да. У нас. Да. И этот пропал. Я провалил. Короче. Задание. А идет видеозапись. Если бы я сам играл. Я бы конечно же. Это задание. Я бы взял. Интересно. Мы сможем сейчас пройти к бандюкам. Навряд ли. Да. Что там Боров. Опа. До встречи. Мы к бандюкам. Живы будем. К бандюкам. Пересечемся. Встал я. Хочешь попасть на сухогруз. Прячь оружие. Мы не сможем сейчас пройти к бандюкам. Потому что я им не помог. Короче. Давайте тогда так делаем. Я извиняюсь конечно. Но придется переигрывать пацаны. Я тупанул немного. В том плане. Поэтому быстро. Ну такая серия у нас получила. Получили. Так. Это где язык? Это что он? Сталкер. На нашем судне оружием не машут. А-а-а. Это еще. Подождите. Что за задание? Список заданий. О. Это еще это я не буду. Не. Я тогда так переигрывать не буду. Блин. А. Ладно. Все. Я провалил задание. Я извиняюсь конечно. Мой. Мой. Короче. Вы поняли все. Да? Я тупанул. Я перезаписал. Получается. Вот это сохранение. Смотрите. Вот это сохранение. Которое. Загрузить игру. Хотел ее загрузить. Ну. Чтобы мы же проверили с вами. А я ее перезаписал снова. Нечаянно. Вот в этой суете. Играем. Потому что быстро спешу. Все. Из-за этого я просто провалил задание. То есть наезд на сталкеров. Ой. Наезд на сталкеров. Сука. Кто такой? Из какой группировки? Сейчас знаете что проверим. Давайте проверим короче одну вещь. Смогу ли я пройти. Но я не смогу пройти. Потому что я не помог бандюкам. Мой косяк просто. А переигрывать я не хочу. Мы же видео снимаем. А переигрывать там у меня получится аж только после того. Как я еще даже с бандитами не разобрался. Я имею ввиду на Шевченко. Представьте сколько переигрывать. Поэтому придется это задание как бы зачиталось у нас как провалено. Как-то придется только... А ну придется за бабки тогда проходить. Иначе он нас там сейчас не пропустит. Ну давайте проверим. Мне просто интересно. Пропустит он меня или нет? Да, в следующий раз спешить не будет. Это мне так уроком так сказать. Надо было не спешить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кровосос, бля, ебаный. Я вам точно говорю, за мной бежит. Сваливаем нас сюда. Меня сейчас точно присосет. Блин, ну как я неаккуратно. А, и сейчас переигрывать, то есть перезаписывать не хочу ничего. Пусть тогда уже такая серия будет, чё ж поделать. Сам, сам тупанул. Отлично лупит. Вообще так строчит. Прекрасно. Звучок такой, мне нравится. Ну, чё ты меня пропустишь, братан? Пропусти, ёптать. Проходи. Ох ты, ну ребята, всё. То есть мы, получается, только провалили с вами задание. Но не только. Потому что мы бы с вами, если бы тот квест выполнен, давайте я вам быстро расскажу. То есть бандиты стояла, стояла сходка вон там, видите? Около ящик. Не в ящика, а около здания у этого. У этого здания стояли бандюки. Мы бы с ними и пошли вот сюда. Тут у них стрелка была с наймами. Они с наймами, короче, что-то там не поделили. Что-то не разделили. А, нет. У них как бы по договору там они обменивались брониками. А те какую-то информацию им должны были предоставить. Бандюки. Но тут появляется сталкер, и он оттуда надвигается. И наймы, ну как, заподозрили бандюков, что те привели хвост. Начинается бойня. Мы бы здесь всех с вами перевалили бы. И сняли бы КПК. Там одного найма, короче. А этот КПК потом можно было бы загнать бы этому. Короче говоря, на Юпитере одному товарищу. Долговцам или свободовцам. Ну, видите, это задание провалилось. А переигрывать я не хочу. Ладно, ничего страшного. Продолжаем. Я вам как бы рассказал все. Ну, рассказать это одно, смотреть другое. Ну, я думаю, все, кто проходил CJM 2.1, как бы это прекрасно задание знают. Да, давайте посмотрим инструменты. Я же почему хотел еще сюда пройти. Здесь могут быть где-нибудь инструменты рядом с Зилом. Допустим, здесь их нет. Опять там кровососина. Ну, бандюки, я думаю, разберутся. Смотрим здесь. Так, если здесь нету, значит, где еще места? Еще места у нас с вами появления инструментов. Это на этом. На заводе те переработки, правильно? На заводе переработки. Там в трубе, короче говоря. Здесь нигде. Я просто не помню, где они здесь должны лежать. Вот именно у бандюков. Правильно ли я? То ли я место осматриваю. Вполне возможно, здесь где-то в другом месте. Да нет, нету здесь. Что, как бы? Как в другом? По-моему, всегда около Зилова. Что значит в другом? Да, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да нету тут ни хрена. Ну, давай, они там с кровососом будут. Ну, тогда что, раз мы у бандюков сейчас находимся, пойдемте перетрем с этим, с главным, с боссом, так сказать, с шефом. Он с 33. Давайте понаблюдаем, кто кого. Да какой там кто кого? Кровосос сейчас пережмурит двоих. Если, конечно, они толпой там соберутся, тогда, может, что-нибудь и получится у них. Блин, ну как мне обидно, конечно, то, что я задание это запорол. Со своими сохранениями все это быстро. Сколько раз я говорил, не спеши. Раз такое прохождение делаем. Играем не спеша. Ох ты, всем знакомая мелодия, я думаю, да? Игра метро, 2033. Так, ну вот в этот хабарок нам пока не стоит, да, лазить? В тайничок, иначе они гонят. Ну, давайте перетрем с главным. Тихо-тихо, они там воюют с кровососом, да? Сейчас не получится перетереть. Ну че, все, ну че там это, будете возиться сейчас? Толпа баранов с этим кровососом, я не знаю, 3 часа-то. И че там? Придется помогать, что ли, нить? Придемте посмотрим, иначе они будут как стадо друг за другом здесь ходить, 3 часа. Давайте пока пообщаемся. Кто там стреляет? Ты видишь, куда стреляешь? Слышишь ты, дятел? Стреляешь прям, я тут хожу, вон общаюсь с товарищами. Здорово, брателло, че вообще надо? Мне бы поторговать. Так, давай у тебя аккумуляторы для детектора заберу. Это что? Аккумулятор, ну другой для детектора. Так, а че на заказ есть? Арсенал, давай посмотрим. МП-5 спрут, фанфайл, фанфайл, АКМ-74 циклон, ОМП-40. Не, у него ничего не будем заказывать, я у других потом закажу. Так, все, выход. Мне ничего не нужно. Все, пойдемте с главным пообщаемся. Вернулся он там на своем месте? Ты че у тебя заплачь, ну-ка. Смотри, что у него баллоны, да, типа? Очищенный кислород, походу. Да ну ты хитрый у нас, жучан, а? Ты смотри-ка. Так, ладно, давай, перетрем. Так, ствол убираем. Здорово. Здорово, сталкер, чего тебе, Чапаев? Короче, тут я ему объясняю. Я с детства был отпетым босиком, потом исправился и стал пионером-отличником. Но сейчас он не проснулся в темное начало. Я отмежевался от актива и хочу стать реальным бандосом. Ну ты, блин, фраер, гонишь. Тебе бы романы писать, ладно. Взять я тебя возьму. Нам такие парни всегда нужны. Но сначала проверка, не зассал еще. Давай, че за проверка? Задание у меня есть. Если выполнишь, ты с нами. Если нет, пиздец тебе. Пиздец тебе, извинялся. Возьмешься? Да. Молодец, не ссыкун, как некоторые. Слушай, что тебе нужно будет сделать. Отправляйся к цехам подстанции. Там должен располагаться лагерь наемных. Так как ты сейчас в сталкерах, в сталкерском. Они тебя точно не скосят. Сразу, в смысле. А вот моих архарасов даже близко не подпускают. Валят, как тузиков. В общем, в лагере там сидит крыса. Ну то и сука. Ну в смысле редкостная гнида. В подробности, почему он крыса и сука уходить не будет. Но его кличка Шакал. Говорит сама за себя. Выследи его и убери по-тихому. Там ведь братков его чертова дюжина. Забери у него фамильное оружие, которое он когда-то у меня стырил. И притащи его мне. Если все сделаешь, как я сказал, получишь пять кусков. Хабар от меня и доляху наших делах. Парука. Все, потом с ним переговорим. Тут с ним еще можно переговорить. Все. Потом будет у нас разговор. Короче говоря. И там дальше мы перетрем. Ну все, наверное. Давайте сохранимся здесь. И закончим на этом серию. Серия у нас получилась, как вы видите, такая. Наполовину вроде все хорошо шло. И тут с этим сохранением по моей вине. То есть так получилось. Ну не обессуйте, ребята. Старался все равно для вас. Поэтому увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Комментируй.